Россия сама обстреливает свои приграничные населенные пункты, чтобы потом обвинить в этом украинских военных. Об этом свидетельствует очередной перехват телефонных разговоров, опубликованный Службой безопасности Украины. На одном из них оккупант обсуждает с женой вчерашний обстрел села Климова Брянской области. Он также признается, что подобная практика применялась России во время Чеченской войны. Представляем вам эту запись. Тут это самое. Сказали, что это семь жертв, ну, семь пострадавших все-таки есть по этой бомбе Климова. Снарядка трюков. А? Это наши хера, чат. А зачем наши? Ну, вот так надо. Там все очищено, так-то получится, что они херачи, не знаю. Да. Типа, так делают, для того, чтобы он, типа, шла хохот скровоцирует, и вот поэтому он попадает. Угу. Ну, я поняла. Ну, это уже как-то легче от этого даже. Ну, как-то, что, не знаю, как-то легче. Ну, начальникам поговорили, они всегда, типа, это так-то и есть. Угу. Такого расстояния до линии. Я тоже думаю, что, да, ну, это расстояние огромное. Так не вздумайте никуда валить, Тема. А у нас пехоты нету, никого нету. Мы одни остались. Из чего полкана? На чем вы поите? Мы в дивизию приедем, напишем рапорт, что мы отказываемся дальше заходить. Вот это обязан. Ну, а что, все равно придется служить потом? Ну, да. И что он за это будет? Ну, отношения будут хреновые. Будешь считать трудными, а нахрен. Что надо. Что вы, что за трудычки? Нет, просто будут основные, ну, хреново, если подскажут. Мы так сделали. Угу. А как дезертирство это не буду считать? Нет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok